Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы проводим круглый стол, посвященный предстоящему Дню Знания. Я, прежде всего, хотел бы всех поздравить с этим замечательным праздником. История этого праздника неразрывно связана с формированием в нашей стране современной системы всеобщего образования. Еще в 1935 году во всех школах Советского Союза была введена единая дата начала учебных занятий – 1 сентября. А спустя полвека, в 1984 году, этот день начал отмечаться как праздничный. Со временем традиция празднования Дня Знаний стала по-настоящему всенародной традицией, и она глубоко укоренилась в российской культуре. Во все времена основной целью школы являлась подготовка молодых людей к полноценной и созидательной жизни в обществе. Однако недостаточно просто снабдить их определенным объемом прикладных знаний, умений и навыков. Не менее важно сформировать у школьников твердые моральные ориентиры, научить их самостоятельно мыслить, привить чувство ответственности за нашу страну. Решение этих мировоззренческих задач возлагается прежде всего на предметы гуманитарного цикла, центральное место среди которых занимает отечественная история. Символично, что в этом году мы отмечаем 90-летие возвращения предмета истории в школы и в университет. Как известно, после победы по гражданской войне руководство нашей страны решило поставить своего рода эксперимент, полностью отказавшись от исторического образования как элемента прежнего, буржуазного порядка. Однако жизнь быстро расставила все по своим местам. Перед лицом серьезных внешних вызовов молодое советское общество не смогло продолжительное время оставаться без подлинных ориентиров, без живой связи с собственным прошлым. Уже в 1934 году отечественная история вновь оказалась в школьном и вузовском расписании. И с тех пор ее ключевая роль никогда больше не подвергалась сомнению. Твердое понимание того, что сохранение национального суверенитета требует всеобщей исторической грамотности, побуждает нас выстраивать сегодня единую систему исторического просвещения, пронизывающей все уровни образования от младшей школы до первого курса университета. Напомню, что в одной из самых первых больших задач, возложенных на воссозданное российско-историческое общество, стало участие в разработке и общественном обсуждении историко-культурного стандарта. Этот важнейший документ был включен в концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, а позднее и в концепцию преподавания учебного курса «История России». Благодаря серьезным усилиям, предпринятым в последние годы, в нашей стране утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, разработаны примерные образовательные программы по истории и внедрена единая линейка учебников для старших классов. Высоко оцениваю и предложение Министерства просвещения России об увеличении со следующего учебного года общего количества часов, отводимых на преподавание истории в школе с прежних 340 до 476. Еще одним полезным новым введением видится и введение в школах со следующего учебного года дополнительного модуля «История родного края». Не раз приходилось говорить о том, что знакомство с историей малой родины формирует у молодого человека первичный интерес к истории вообще, а впоследствии играет важную роль при формировании общероссийской идентичности. Завершая, подчеркну, что никакие методические инновации не заменят собой учителя, от таланта и профессионализма которого в первую очередь зависит образовательный результат. Поэтому Российское историческое общество всегда рассматривало поддержку учителей-историков как один из своих ключевых приоритетов. Вместе с Минпосвещение России и Ассоциации учителей истории и общественного знания РИО и Фонд «История Отечества» ежегодно стараются выявлять и поощрять наиболее мотивированных педагогов. Скоро нам предстоит подвести итоги очередного конкурса «История в школе традиции инноваций». Судя по тому, что интерес к конкурсу и качество подаваемых на него работ лишь растет, в следующем году традиция проведения этого профессионального состязания обязательно будет продолжена. Спасибо за внимание. Передаю микрофон Константину Ильичу Меглеевскому. Всем большое, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Я хотел бы несколько слов сказать об истории этого праздника, Дня Знаний. Мы начали разговор об этом сейчас на выставке замечательной, которая в Доме Российского Исторического Общества развернута. Ну и вот мы обратили внимание на то, что долгое время, период начала учебного года, оставался нерегламентирован ничем, кроме устоявшейся традиций. Одна из них, кстати, была связана с Днем Пророка Наума. Как писал Владимир Иванович Дальх, в день Наума 1 декабря в Малороссии отдают детей в школу, полагая, что они тогда более ума наберутся. Только в 1804 году был принят устав учебных заведений, подведанных университетом, в котором, помимо прочего, впервые были скреплены даты начала и окончания учебного года. Так гимназиям и уездным училищам предписывалось работать с 1 августа предыдущего по 1 июля следующего года. В июле месяц есть время вакансии или роздыха. В приходских же училищах, согласно документу, обучение, начинаясь от окончания полевых работ, продолжается до начала ООН в следующем году, то есть в течение 6 или 7 зимних месяцев. После революции 16 октября 2018 года был принят декрет в ЦИК об Единой трудовой школе Российской социалистической федеративной Советской Республики. В нем учебный год был разделен на три категории. Обычные школьные занятия примерно с 1 сентября по 1 июня, школьные занятия под открытым небом примерно с 1 июня по 1 июля и полные вакации, каникулы примерно с 1 июля по 1 сентября. Фактически же, период обучения определялся губернскими отделами народного образования, поэтому начало учебного года было плавающим. 14 августа 1930 года постановлением ЦИК и СНК СССР всеобщим обязательным начальному обучению была установлена единая продолжительность учебного года, не менее 225 дней. Кроме того, всех детей 80 лет, которые еще не проходили обучение на тот момент, необходимо было отдать в начальную школу осенью 1930 года. И вот, как сказал Сергей Евгеньевич, в 1935 году постановлением СНК и ЦК ВКПБ СССР было утверждено начинать учебный год только именно с 1 сентября. Примечательно при этом, что само постановление вышло 3 сентября. Единая дата начала учебного года нашла свое отражение и в литературе. Именно в этом году Самуил Маршак написал стихотворение «Первый день календаря». В 1935 году, кстати говоря, появилась определенность не только в том, когда начинать учиться, но и в отчете календарного года вообще. Именно тогда было разрешено вновь праздновать Новый год, хотя еще до 1947 года 1 января оставалось рабочим днем. А вот для университетов время обучения становится четко регламентированным с 23 июня 1936 года. В постановлении СНК, СССР и ЦК ВКПБ о работе высших учебных заведений и руководстве высшей школы сказано отменить существующую практику произвольных сроков начала, перерывов, окончания занятий в вузах, установив начало занятий с 1 сентября и окончание их 30 июня. Сперверами на зимние каникулы с 24 января по 6 февраля и на летние с 1 июля по 31 августа. Во время войны в 1941 году учебный год большинстве школ начался в октябре. Ученики средних и старших классов были привлечены к сельскохозяйственным работам. С весны 1942 года для школьников с 14 лет была видена трудовая мобилизация и, конечно, обучение в школе тоже перешло на военные рельсы. Важным символом возвращения к мирной жизни для советских людей в 45-м году стало начало учебного года в привычный день 1 сентября. И вот тогда же во второй половине 40-х годов на 1 сентября учителям стали дарить цветы. Это стало уже таким народным праздником, который действительно 15 июня 1984 года был уже в соответствии с указом Президиума Верховного Совета введен официально. 1 сентября был объявлен всенародным праздником Днем Знаний. Это, конечно, очень интересная история как вообще история России. И я хотел бы завершать свое выступление сказать, что вручение Сергея Евгеньевича Российского Исторического Общества и Межведомственной комиссии по историческому просвещению Министерства науки высшего образования выполнено после такого очень серьезного подробного детального профессионального обсуждения. Текст учебника Истории России для неисторических специальностей подготовлен и направлен издательством Наука в электронном виде в российские ВУЗы для использования в учебном процессе. Университетам рекомендовано включить этот учебник существующая электронно-библиотечная система и этот учебник как собственно и обсуждали включает в себя весь вперед в истории России с древнейших времен до наших дней. Остается пожелать нашим студентам качественного полноценного освоения курса отечественной истории. Спасибо большое. Спасибо, Константин Ильич. Передаю микрофон Светлане Вениаминовне Ивановой главному ученому секретарю Президиума Российской Академии Образования. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич, глубоко уважаемые коллеги. Прежде всего мне хотелось бы передать поздравление с открытием выставки актуальной, нужной сегодня и открытием круглого стола от президента Академии Академика Ольги Юрьевны Васильевой. Она, к сожалению, не смогла быть потому что находится в Санкт-Петербурге на форуме и но всегда присутствует на мероприятиях Российского Исторического Общества. Мы очень рады, что Российская Академия Образования тесно сотрудничает сегодня с Российским Историческим Обществом. Ну и тем более Ольге Юрьевне Васильевой как историку по профессии, но я бы даже сказала, что по призванию, она очень жесткий историк, она относится к этому крайне заинтересованно. И обращаясь сегодня к тому времени, к современному условию, в которых мы с вами находимся, в то время, когда можно переработать для удобства изменить ценности, когда во всем мире идет такое, знаете, напряженное отношение и снижение дисциплин гуманитарного цикла и в школах, и предметах, в вузах. Это заметное ученым явление. в нашей стране развернута другая работа. Это очень важно. И мы бы себя сами сегодня могли поддержать словами Льва Николаевича Толстого. Что он сказал о школе? Дело это не то, что первой важности, а самое важное в мире. Потому что все, что мы желаем, может осуществиться только в следующих поколениях. И я, конечно, представляя Академию образования, хотела бы сказать о том, что Российская Академия образования, это сегодняшнее название, первоначально это была Академия педагогических наук РСФСР с 1943 года, обращайте внимание на дату. Ну, историки здесь все знают, но в принципе. А затем с 67 года Академия АПН СССР с самого начала своего существования создавалась именно для этого, что говорил об этом нарком просвещения Владимир Петрович Потемкин. В этом году 150 лет со дня его рождения, мы это будем праздновать. И он был нарком просвещения, он был инициатором и организатором Академии педагогических наук. Именно он пришел с этим вопросом Косе Федоровичу Сталину и он говорил, цель какая Академия? В научной разработке вопросов общей педагогики, специальной педагогики, истории педагогики, психологии, школьной гигиены и методов преподавания отдельных дисциплин в начальных и средних школах в подготовке через аспирантуру и докторантуру научно-педагогических кадров. На какое-то время последний завет этот пункт устава Академии не выполнялся, но в 2023 году в прошлом мы открыли аспирантуру в Академии вновь. И конечно количество отраслей в сфере наук об образовании увеличивается, мы все это знаем и в психологических науках, и в педагогических, но развитие научного знания растет и это сегодня важно, но самое важное то, что растет и востребованность научных исследований в сфере психологии и педагогики. Мы сегодня видим необходимое взаимодействие педагогов с психологами, потому что без психологического знания о современном ребенке, о его особенностях, об изменениях его психики и развития мозга, а эти изменения происходят, педагогам очень трудно сегодня понимать, каков современный ребенок. Это важная часть нашей работы и эта часть тоже проистекает из того, что происходило в сороковые годы прошлого столетия, в годы Великой Отечественной войны и сразу после. Наши великие ученые Леонтьев, Лури, другие учителя ныне живущих академиков Российской Академии Образования говорили именно вот об этом, что нужно всегда наблюдать с ребенком психологом, чтобы понимать какие методики и каким образом новое знание преподносит детям. И невозможно даже перечислить все, что сделано на Академию, можно сказать очень простыми словами, что все, что с начала советской власти сделано для школы и на чем сегодня школа стоит, а сегодняшнее новое знание для школы, традиционное знание, это концепция исследования академиков и членов корреспондентов РАО, это взрыв педагогической науки 1970-х, 1980-х годов, даже начала 80-х. Например, продолжающая линия исследований Восьминчево-Годского культурно-историческая концепция развития содержания, обновления образования, она действует сегодня. Ее авторов Корифеев, педагогики Краевского, Лернера, и других уже нет, но эта линия продолжается, в этом русле продолжается развитие. И сегодня РАО работает, использует традиции, вот хотелось бы сказать для историков, особенно важно, в библиотеке Ушинского, которая великолепно сохранилась как структурное подразделение Российской Академии Образований, находится сегодня более миллиона шестисот тысяч изданий педагогических. Мы сохранили все старинные издания, у нас тысяча раритетных педагогических изданий. Сегодня мы любовались великолепной выставкой, но мы также можем приглашать и в стены библиотеки имени Константина Митча Ушинского. И сегодня в РАО продолжает традиции, которые существовали, к сожалению, нет времени говорить об этом подробно, а много интересного у нас есть. Около 300 членов Академии работают, у нас есть 14 центров, но самое главное, мы развиваем наши связи в регионах. У нас 62 научных центра региональных на базе университетов по всей стране и 51 инновационная площадка и количество этих площадок постоянно растет. Научными руководителями этих площадок являются, конечно, члены Академии. В составе площадок есть школы, колледжи и вузы. Это те инновации, которые рождаются у практиков, они приходят для осмысления в науку и мы совместно работаем, помогаем развивать вот это новое знание и внедрять в практику. И все годы существования Дня Знаний многие ученые РАО занимались созданием содержания Дня Знаний, придумывая темы, разрабатывая методики проведения уроков. И эта 40-летняя традиция сегодня продолжается в Академии. Мало того, традиция еще и в том, что 1 сентября все ученые Академии, сотрудники и члены Академии будут находиться в школах. Такова наша традиция. Мы будем приветствовать школьные коллективы, мы будем разговаривать с учителями, несмотря на то, что, конечно, мы все уже начали на этой неделе наш тур по регионам и городам в преддверии в начале августовских совещаний. Мы обязательно в них участвуем и говорим о новых разработках и о перспективах начала нового учебного года и что будет происходить в этом году. Но, кроме того, мы 1 сентября, конечно, будем в школе. Мне бы хотелось сказать об укреплении связи с российским историческим обществом вот в каком направлении. У нас есть идея к юбилею Великой Победы создать то, чего еще историками не создано. Трехтомник, отражающий ситуацию в системе образования в годы Великой Отечественной войны. Это должно быть то, как осуществлялось образование школьное и в начальном профессиональном, среднем профессиональном высшем образовании в стране, что происходило на оккупированных территориях. Это очень интересные сведения, но они есть в отрывочном виде сегодня. Что происходило с детьми в семьях? Почему, какие выходили из ведомства просвещения указы? Есть такие факты, наверное, многие историки знают, очень много было указов посвященных дисциплине в школе и среди детей, среди учителей. Это важный аспект, и это было вызвано социальной экономическими условиями семей, но много интересных условий. Мало того, упомянули сегодня коллеги о журналах, журналы мы тоже отразим. Очень интересная идея, как раз касаясь журнала Муджилка, эта ситуация нами описана подробно, а касаясь других детских периодических изданий, которые журналы Пионер, Костер и некоторые другие выходили в годы Великой Отечественной войны, ни разу не прервавшись, вот эта история очень интересна, мы ее тоже отразим в нашем трехпомнике. И спасибо, если такое сотрудничество с российским историческим обществом получится. Спасибо. Спасибо, Светлана Вениаминовна. Андрей Викторович Логинов, исполняющий обмен директор Российской Государственного Гуманитарного Университета. Спасибо. Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, соединяюсь с поздравлением с замечательным праздником, понимаю и очень поддерживаю работу, которую ведет наша Академия образования по наполнению смыслом, смысловым содержанием этого события и вот такого интересного, действительно необходимого подхода к истории народного образования в нашей стране на таком остром критическом этапе ее развития, как Великая Отечественная война. В Российском Государственном Гуманитарном Университете заканчивается приемная кампания. Мы, как всегда у нас, лидируют по количеству заявлений направлений истории и филологии. Они вот уже три года делят между собой первое и второе место. У нас на 256 мест бакалавриата историки, только по направлению историки приходят, на 85 мест бюджетных магистратуры и где-то более 100 заявлений на платное обучение по этим формам специализации. Надо отметить, поскольку мы здесь в стенах Российского исторического общества, что подготовка профессиональных историков это является одной из таких базовым направлений, одним из специалитетов Российского государственного гуманитарного университета. Мы можем похвастаться, что мы сегодня представляем девять направленностей подготовки бакалавриатов, бакалавров по направлению истории. Они включают историю Древней Греции, Рима, условно, историю нашего отечества, историю международных отношений, история современной России, а также история Древнего Ирана, история культур Латинской Америки, историческое краеведение, компаративистику. Также у нас семь направленностей магистратуры достаточно детальных. Ну и, естественно, на целом ряде других направлений, таких как история искусств, архивоведение, документов видения, подготовка специалистов, филологов, философов, политологов, социологов, там также присутствует очень большой объем передачи исторических знаний, исторических дисциплин. Сразу хочу сказать, что вопросы обучения, они понятны всем вузам, которые преподают историю, и, собственно говоря, опыт работы нашей комиссии Российского исторического общества по высшему историческому образованию показал правильность принятых решений о необходимости, чтобы Рио стало центром компетенции по УГСН истории археологии, и проделанная работа действительно свидетельствует о том, что интерес в обществе к истории получения профессионального исторического образования растет, государство для этого предоставляет возможности, количество его бюджетных мест расширяется, но при этом же возникает необходимость специализации. Мы, повторяю, гордимся, что у нас мы готовы открывать еще новые направленности и это следовать за интересом и задачам, которые стоят сегодня перед исторической наукой, перед другими дисциплинами социогуманитарного блока. Но, конечно же, мы, как и все другие вузы стал гуманитарного профиля, сталкиваемся с одной такой очень серьезной проблемой. Мы же готовим специалистов с знанием достаточно специфическими. Это не реклама и связь с общественностью, это не современная экономика, это не социология, которую можно достаточно типовым образом обучать наших студентов. У нас действительно требуется передать им знания в очень узких отраслях. Это невозможно делать, да просто и неэффективно и не получается делать в больших группах. Вместе с тем все мы находимся под очень жестким ограничителем, установленным прежними решениями о том, что на одного преподавателя должно быть не меньше 13 человек обучаемых. И вот вы представьте, когда кто-то у нас начинает проявлять интерес к сфрагистике, к аномастике, к герольдике, к исторической картографии, к исторической метрологии, или, как я уже говорил, к хетскому языку, языку древнеегипетского, нам, конечно, крайне тяжело. Мы вынуждены в ущерб других, чтобы хотя бы как-то держаться этой статистике, этого требования, мы должны в ущерб этому наполнять группы на другие специальности, более широкого общего профиля. Отсутствие персональной, индивидуальной работы, вы совершенно правильно, Сергей Евгеньевич, говорили о главном герое нашего праздника, Дня знаний, это учитель, преподаватель. Отсутствие такой возможности контакта, личного контакта преподавателя с обучаемым, он сужается в таких больших группах возможности этого контакта. Словом, это проблема, я думаю, мы будем сообща, как-то продвигать решение, изменять соотношение сил именно для социогуманитарных наук, обладающих такой спецификой. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Викторович. Попрошу выступить Наталью Владимировну Третьяк, генерального директора издательства просвещения. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Руслан Григорьевич, коллеги, прежде всего позвольте начать со слов благодарности за возможность принять участие в сегодняшнем круглом столе, я тоже начну с истории. Компания просвещения была создана почти 94 года назад, в ноябре 30-го года, как всем, наверное, известно, еще по вашим школьным годам, как издательство УчПЕДГИС. И начала свою работу с издания первого издания, называлось это пособие Поход за грамоту, и благодаря этому пособию были действительно решены вопросы ликвидации безграмотности. И на сегодняшний день мы, конечно, сохраняем традиции, мы по-прежнему являемся очень надежным и верным помощником каждого учителя, каждой школы в реализации задач, стоящих перед системой образования. И это не только обучение наших детей, это и воспитание наших детей в духе наших традиционных ценностей, патриотов своей страны. И, безусловно, в решении этой задачи огромную роль имеет изучение истории. Мы уделяем огромное внимание этой проблематике. группа компаний просвещения издает всю линейку государственных школьных учебников. И очень важно, что это уже не те учебники, которые мы издавали 94 года назад. Это современные красочные издания, которые, помимо традиционной печатной формы, содержат еще цифровое дополнение. Благодаря размещенным QR-кодам и учителя, и дети могут перейти на широкий спектр информационных цифровых ресурсов и сделать изучение истории более интересным, насыщенным, увлекательным и более результативным. И я, пользуясь случаем, Сергей Евгеньевич, Руслан Григорьевич, приглашаю Ваш к сотрудничеству. Российское историческое общество обладает колоссальным объемом различного образовательного ценного исторического контента. И мы с удовольствием готовы включиться в партнерство и предоставлять ссылки на такие цифровые ресурсы, в том числе ресурсы общества. Помимо государственных учебников истории, мы издаем широкий спектр учебников для региональной истории, порядка 20 субъектов Российской Федерации с нами в сотрудничестве. Это очень важно, потому что формирование патриота в своей стране начинается с формирования патриотизма к своей малой родине. И мы видим, насколько удачны эти издания, и мы также заинтересованы в том информационном ресурсе, который есть у российского исторического общества. Но группа компаний просвещения это не только учебники, хотя ежегодно мы сдаем более 120 миллионов экземпляров для наших школ. Мы крупный холдинг, который занимается и оснащением, и обучением, и повышением квалификации. Вот с прошлого года мы запустили серию настольных игр, в том числе вот игры, которые посвящены изучению истории. Я оставлю этот комплект в подарок, надеюсь, что когда-нибудь он станет тоже частью экспозиции Музея Российского исторического общества. Игры позволяют более наглядной, увлекательной форме погрузить детей, приобщить их к истории России, к истории своего родного края. Я обратила на выставки на одно издание, которое называется очень интересно «Вопросы и нужды учительства». То есть еще в царской России огромное внимание уделялось личности учителя. И действительно учитель является ключевой фигурой в том, чтобы наши дети действительно выросли образованными, воспитанными людьми, патриотами своей страны. И мы также уделяем огромное внимание учительству. У нас широкий спектр различных курсов повышения квалификации. Мы реализуем несколько крупнейших проектов, такие как методический проактив, когда лучшие учителя-методисты делятся своими практиками, а проактив классный, учитель-клаб. Скажи спасибо своему учителю. И очень радует, что значительная часть тех учителей, которые участвуют в этих акциях, это учителя история общества знаний. И опять-таки повторю свое приглашение к сотрудничеству. Уверена, что с теми ресурсами, которые обладает Российское историческое общество, мы можем сделать этот ресурс еще более интересным и полезным. Ну и конечно, когда мы говорим о первом сентября, это не только праздник профессионалов, это не только праздник учителей, детей, это праздник еще и всей семьи. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех бабушек, дедушек, родителей, которые поведут детей на праздничной линейке, но отдельно я хочу сказать, что мы реализуем достаточно много проектов и для родителей, такие как родительский университет, это семейная серия книг несложные родительства. Вот знаете, получая обратную связь от этих ресурсов, мы видим насколько велик запрос к истории. Я, уважаемые коллеги, приглашаю принять вас участие в этих проектах, Сергеевич, и лично вас, я думаю, что нашим родителям будет интересно услышать ваше мнение и позицию уже как отца, как дедушки по поводу исторического образования и просвещения наших детей. Ну и конечно, перед началом учебного года я хочу поздравить всех нас, всех наших детей, всех наших отчетелей с этим праздником. Спасибо. Спасибо, Наталья Владимировна, и за выступление, и за сделанные предложения, а главное, спасибо за то, что возглавляемое вами издательство обеспечивает наших школьников замечательным учеником. Спасибо. Передаю микрофон Алексею Владимировичу Лубкову, ректору Московского Педагогического Государственного Университета. Спасибо большое, Сергей Венч. Уважаемые коллеги, друзья, я присоединяюсь к тем поздравлениям, которые здесь уже прозвучали. Не могу не вспомнить, когда 1 сентября 78-го года я поступил на первый курс исторического факультета МГП имени Ленина, нас напутствовали наши наставники, педагоги, и они сказали, я думаю, все присутствующие здесь выпускники нашего университета разных лет помнят это наставление, что теперь у вас два новых года. это 1 сентября и 1 января, и неизвестно, какое для вас будет важнее. И вот прошло уже столько лет, и, конечно, для нас очень важный этот праздник 1 сентября, День знаний, пусть он сегодня в этом году и на 2 сентября приходится. Так что у нас два дня будем праздновать, первый и второго. я хотел бы сказать, что действительно для студентов, будущих учителей это очень важное событие. Мы начинаем традиционно, так же, как и во всех школах, во всех педагогических университетах, День знаний с нашей торжественной линейки, подъема государственного флага, исполнения государственного гимна, и это очень здорово, потому что ребята чувствуют, во-первых, единство нашей семьи, нашего братства, и большого, и малого, и университетского, и всей страны, ну и потом это тоже как бы такая очень хорошая традиция, когда ребята летом в качестве вожатых занимаются вот этим воспитанием, просвещением, прививают ценности и любовь к нашим атрибутам государственным, потом здесь это у нас продолжается в течение всего учебного года. Надо сказать, что сегодня педагогические университеты, студенты, преподаватели совместно с нашей ассоциацией развития педобразования под руководством Министерства просвещения очень много делают для исторического образования и просвещения, особенно я бы здесь отметил проект без срока давности. Сегодня он объединяет уже более двух миллионов участников, причем это и учащиеся школы, и студенты колледжей, педуниверситетов, да и вообще вся общественность и родители, потому что один из главных проектов этого замечательного направления связан с историей семьи в годы Великой Отечественной войны, когда мы можем на примере истории семьи своих родных и близких соединить историю нашего народа, нашего государства, страны, это очень важно, потому что именно тогда закладывается вот то, что мы называем ядром личности и формируется его гражданская национальная и культурная идентичность. Я хотел бы также сказать, что большую роль сегодня играют и наши каналы. Мы в современную эпоху большое внимание уделяем, вот мои коллеги из Института стратегии развития образования, мы внимательно следим за всеми каналами, издательство просвещения, естественно, Российская академия образования, и, конечно же, наше российское историческое общество. И вот подписчиков на канале МПГУ Сергей Евгеньевич 200 тысяч человек, причем это очень большая цифра среди вузов. Я вам скажу, мы на втором месте, впереди МИФИ, но у них свои задачи, у нас как бы свои. И это действительно такая огромная армия, нас внимательно слушают, и полемика, и дискуссия, причем именно каналы выступления наших историков. Пусть они иногда будут идти на острие дискуссии, но это может быть даже и привлекает внимание подписчиков. Ну и, конечно, я хотел бы сказать о том, что участвуя сегодня в пилотном проекте по совершенствованию структуры и содержания высшего образования, мы опираемся на те традиции, которые в свое время были сформированы еще в императорской России, и готовим учителя для сельской школы, земского учителя, не однопрофильного, и даже не двухпрофильного, а вот, например, по истории общества знания, еще русского языка и литературы. Мы думаем, что вот такой многопрофильный учитель, особенно для нашей сельской школы, для малых городов, будет востребован, потому что, ну, действительно, здесь проблемы большие, и мы отвечаем не только за столичный регион, но прежде всего за наше все большое отечество. И мы вот предполагаем, планируем уже в начале октября провести большую неделю, учительскую неделю, посвященную именно как раз вопросам исторического просвещения и образования. И я вас всех, уважаемые коллеги, приглашаю на нашу площадку, площадку нашего университета, и совместно с РИО мы готовы активно продвигать наши проекты и те большие задачи, которые перед нами стоят наше руководство. Спасибо. Спасибо, Алексей Валерьевич, за ваше выступление и за приглашение побывать у вас в гостях. Прошу выступить Андрея Леонидовича Хазина, ректора Российского Государственного Социального Университета. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Сегодня наше заседание было начато с упоминанием того, что вот в этом году мы празднуем 40-й раз День знаний. Для нас особенно приятно, что указ президиум Верховного Совета СССР об восстановлении этого праздника подписал тогдашний руководитель нашей страны выпустил к нашему университету Казатину Черненко. Надо сказать, что вообще образование для России является абсолютно становым и таким хриптовым что ли частью сознания и самопонимания общества. огромные испытания которые проходил наш народ на поддержании своей более чем 1150-летней истории очень часто выигрывались в первую очередь за счет того, что буквально с небольшим иногда опережением была выстроена система образования и что очень важно для отечественной практики воспитания. мы помним о том, что еще окончили Федор Тищев что очень символично прямо практически в том месте где сейчас находится Российская Академия Наук основала одно из наших первых высших учебных заведений потом была Славяно-Греко-Ратинская Академия и дальше вот то, о чем сегодня говорил и Александр Величев наше образование развивалось впитывая с одной стороны огромное количество удивительных и самых лучших практик из самых разных частей света но в то же время не оставляло вот этого своего поразительного самости связанной в том числе повторяю с линией воспитания после известных событий гражданской войны о чем сегодня уже тоже упоминалось у нас открылась фантастическая системная история образования связанная сначала с ликбезом который привел к огромную на 80% неграмотную страну к массовому массовой грамотности как минимум а потом и к возможности получения сначала неполного а потом полного среднего образования и вот те люди которые сначала пошли в самые первые ликбезы потом смогли учиться в самых первых школах это люди которые потом стали осваивать север которые стали нашими летчиками которые стали конструкторами наших танков которые чуть позже стали физиками и создали то оружие которое позволило нам до сих пор иметь этот паритет и все это результаты вот этой поразительной системной работы по организации нашего в первую очередь среднего образования среднего и конечно высшего технического но все это было бы невозможно без того чтобы так же и не поддерживалось бы высшее гуманитарное образование в том числе конечно недаром мы говорим сегодня много о важности образования исторического сегодня много говорилось о роли учителя мы помним что в традиционное время в случае если студент в императорском университете получал стипендию то столько лет сколько он получал стипендию должен был отработать в государственных гимназиях это позволяло транслировать самые последние практики и научные и образовательные по всей стране и мне кажется что это тоже одна из традиций о которых стоило бы подумать о ее возрождении еще раз хочу сказать что будущее страны невозможно без образования гонка в космос была выиграна вот тогда в первых летбезах и в первых семилетках на первых рапфаках и мне кажется что то что сейчас происходит в нашем образовании вот это вот осмысление систематизация и консолидация в том числе вот эта поразительная очень успешная работа по созданию общего учебника истории причем сначала для исторических дисциплин а потом для неисторических это и есть как раз пример того каким образом государство может и должно вести себя в этой столь важной становой части общечеловеческого и государственного развития спасибо большое спасибо Андрей Леонидович пожалуйста слово Максиму Александровичу Костенко исполняющим обязанности директора института стратегии развития образования глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич уважаемые коллеги институт стратегии развития образования это название научно-институт 2015 года сто лет вместе со страной решал самые актуальные вопросы государственной политики в сфере школьного образования в далеком 1923 году по инициативе Надежды Константинов был организован научно-исследовательский институт методов школьной работы специально для разработки реализации новой концепции школы молодого советского государства единая трудовая школа вопросы ликвидации безграмотности первый единый учебный план для всей страны первые единые учебники по учебным предметам входящие в этот учебный план это все то что можно сказать назвать результатом работы нашего института много пересечений и аналогий в современности поскольку те актуальные задачи по укреплению суверенитета нашей страны которую мы сегодня решаем безусловно связаны с созданием обновленного содержания методических дидактических инструментов для наших учителей российских поскольку в рамках создания новой школы советского государства естественным образом формировался новый класс интеллигенции который мы сегодня с гордостью говорим советский учитель советский учитель лучший учитель стране первые учебники на которых выросли не одно поколение советских и даже теперь уже российских граждан некоторые переиздавались более 100 раз потому что были признаны не только в стране большой великой стране союз советских советских республик но и за рубежом лучшими методическими и дидактическими учебниками сегодня мы работаем над укреплением единого образовательного пространства и в этом вы отметили Алексей Владимирович говорил большую роль играет безусловно наш учредитель министерство просвещения кстати говоря первый институт также был создан в системе именно нарком проса и затем уже входя в систему академии педагогических наук российская академия образования расширял именно научно-педагогическое обоснование всех тех практических шагов которые входили плотно в жизнь нашей советской и российской школы задачи связанные с политехнизацией общего образования сегодня мы понимаем как необходимо обновить технологическое естественно-научное образование вы уважаемый Сергей Евгеньевич справедливо отметили как необходимо сегодня работать над мировоззренческим суверенитетом школьников и здесь и воспитательный и учебный компонент именно поэтому сегодня не только обновляя учебные предметы ОБЖ которые сегодня называются основой безопасности защиты Родины истории и многие другие мы говорим о необходимости повышения качества образования и создания условий для межпредметного взаимопроводновения содержания разных учебных предметов мы говорим что историческое просвещение это не индульгенция только учителя истории каждый учебный предмет должен быть воспитывающим и на уроке физики и математики и химии нужно говорить о том чем гордится наша великая страна и сегодня мы формируем по поручению министерства вместе с Московским педагогическим государственным университетом концепцию школьного исторического просвещения и дадим конкретные советы рекомендации учителям как реализовывать историческое просвещение на любом учебном предмете и будем конечно очень рады если потенциал российского исторического общества научный творческий методический также включится в эту работу совместную уверен что это только добавит эффективности работы нашей школе спасибо огромное Сергею Евгеньеву за приглашение и за возможность быть сегодня на прекрасном мероприятии ну и конечно с новым учебным годом спасибо Максим Александрович хочу сразу сказать что российское историческое общество будет с интересом работать вместе с вами спасибо Андрей Владимирович Полосин проектор российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации уважаемый Сергей Евгеньевич уважаемые коллеги во первых хотел бы поблагодарить российское историческое общество всех наших товарищей с которыми вместе и под опекой которых даже не буду стесняться этих слов велась работа по проекту ДНК России в разработке курса который был введен по поручению президента российской федерации с 23 года высших учебных заведений который получил название основы российской государственности была достаточно серьезная и плотная совместная работа которая позволила выделить те компоненты которые относятся к историческому знанию от тех компонент которые необходимо было внедрить в программу образования дополнительно еще раз огромное спасибо второе спасибо на самом деле то что российское историческое общество сделало в течение по крайней мере тех десяти лет которые были лично для меня на виду это очень серьезные и мощные решения не только с точки зрения общей философского подхода или общей гуманитарного социо-гуманитарного подхода нет во-первых российское историческое общество точно сформулировало необходимость научной обоснованности исторического знания и применение методов научной обоснованности во-вторых российское историческое общество безусловно сработало как катализатор мощнейшего процесса очищения истории удаления из нее тех компонентов которые сейчас тех нарратив которые получили наименование фейков но и самое главное что в ходе этого сложного и важного процесса который проходил и который проходил весь преподавательский педагогический состав переживший целую серию шоков связанных с изменением общих концепций используемых в рамках социо-гуманитарных наук это то что мы пришли и сформулировали да довольно давно известную истину и да имеющую общегуманитарное прочтение но на самом деле связанную с точным знанием психологических механизмов это понимание того что только история только знание и понимание исторических образцов и примеров позволяют формулировать и конструировать будущее тот магнит то решение которое может стать движителем нашего развития высказывая эту благодарность еще позволю себе напомнить о том что по большому счету об этом многие коллеги сегодня говорили это то что учитель и только учитель формирует и создает победу эти слова приписывают Бисмарку но на самом деле это конечно профессор Оскар Пешик значит который сказал что прусский учитель победил австрийского и в этом смысл той жизни которую проживает наш учитель и я может быть и не буду весьма корректен в этом случае но все-таки вспомню еще и нашего Антона Семеновича Макаренко который говорил о том что 40-рублевый учитель может убить будущее страны и в связи с этим конечно же вопрос в этом смысле ставится не о денежных средствах а на самом деле о статусе и реальном положении учителя в обществе сегодня работая в системе высшего образования также сталкиваюсь с тем что преподаватель к сожалению чаще всего не может занимать роль учителя роль мастера который обеспечивает подготовку кадров которые смогут работать если не в следующем поколении то уже в грядущем и в этом отношении очень много еще предстоит сделать я надеюсь на то что наша совместная работа в этом смысле будет продолжена и на 7-11 октября в городе Севастополь назначена большая конференция посвященная систематизации понятий социо-гуманитарных наук это своеобразное проведение промежуточных итогов той работы которую мы совместно делали в рамках проекта ДНК России который сейчас находится на координации в президентской академии и я пользуясь случаем коллеги приглашаю прошу принять участие потому что на этом мероприятии мы надеемся сделать достаточно серьезный шаг для того чтобы основная система понятий преподаваемых по крайней мере в рамках социо-гуманитарных предметов в вузах России нашла свое воплощение ну и надеемся что это даст плюс всей системе знания и понимания сути государственности сути человека сути общества семьи и той России которую мы любим спасибо большое спасибо Андрей Владимирович передаем микрофон Андрею Евгеньевичу Петрову начальнику аналитического управления аппарата Совета Федерации спасибо Сергей Евгеньевич я уже довольно много всего правильного и хорошего сказано я тем не менее хотел бы оттолкнуться от ваших слов о том как с самого первого времени после создания российского исторического общества историческое общество прежде всего занялось вопросами содержания образования это и концепции программы учебники в конце концов вот но и всегда начинала почти сразу работу с учителями и сегодня эта тема звучит коллеги высказываются на эту тему что конечно учебник и программа это очень важная составляющая так скажем образования но учитель это как раз тот человек который делает магию когда все совпадает и это укладывается в головах детей и поэтому конечно работа работа с учителями она на сегодняшний день определяющая наш праздник с которым я тоже пользуюсь случаем поздравляю более чем миллион на армию учителей родителей школьников которые пойдут первого второго в этом году сентября в школы это действительно один из главных национальных праздников объединяющих объединяющих общество он безусловно позитивный это как правильно Алексей Владимирович сказал второй новый год второй новый год в стране и когда мы смотрим на историю историю нашего образования а это и есть прокладывание такой дорожки к знанию это попытка привить нашим детям нашим внукам попытка привить страсть и умение к познанию которые должны сохранить свой импульс всю жизнь вот это важно и на нашей замечательной выставке которую мы утром с большим удовольствием посмотрел на нее видны основные этапы нашей системы образования что я там увидел что это наглядно просто представлено очень важно чтобы ее смогли посмотреть эту выставку как можно больше людей наших региональных отделений надо действительно этот планшетный видимо вариант отправить российская система образования на протяжении всей своей истории характеризуется двумя очень важными фундаментальными принципами собственно фундаментальность хоть это и тавтология я повторюсь фундаментальность этого самого образования и традиционность но весь вся диалектика состоит в том что при наличии вот этих базовых составных частей основ нашего образования российская система образования всегда поражает своей адаптивностью она всегда служит национальным целям страны я посмотрел на эти похвальные листы времен первой мировой войны где конечно да изображен государь-император где изображен верховный главнокомандующий изображены раненые с сестрами милосердия в госпитале на похвальном листе за очередной год обучения она всегда служила наша система образования всегда служила национальным целям изменение национальных целей безусловно требует требует адаптации и каких-то подвижек в нашей системе образования слава богу есть структуры которые этим занимаются это и российская академия образования института академии наук но второй момент который на мой взгляд очень важен для сегодняшнего для сегодняшней эпохи это конечно ускорение ускорение потока накопления вот тех самых знаний тот базовый массив который преподавался в 18 веке в 19 веке гимназический норматив дореволюционной школы и те знания которыми оперирует человечество сегодня это совершенно несопоставимые массивы более того вот в этом кругу где в общем действительно специалисты ответственные за развитие образования люди чиновники по-моему назрел просто вопрос уже не то как в каких единицах давать новое знание а как из потока информации учить отсеивать лишнее ненужное значит об этом вот Андрей Полосин сейчас уже тоже сказал что вот этот это полдела фейки еще очень важно вычленить то самое вот ядро которое будет работать условно говоря на гносеологию будущего поведенческого норматива человека и это конечно меняет и стратегии образовательные нельзя стоять на месте и слава богу что наша система этого не делает она не стоит на месте и наконец Сергей Евгеньевич последний вот взгляд такой из нашего глав Дмитровки Совета Федерации к нам приезжают постоянно регионы субъекты наши у нас проходят дни субъектов мы конечно готовимся к ним и анализируем ситуацию среди проблемных вопросов большинства наших регионов субъектов это дефицит медиков и учителей дефицит медиков и учителей позанимались немножко этим вопросом по там трудно вычленяется такая более детальная точная статистика но тем не менее у нас по данным прошлого года по крайней мере по министерским у нас дефицит медиков по стране примерно 29 тысяч и учителей 18 но я думаю что реально больше потому что там все эти ставки полуторные двойные и так далее учитываются конечно миллион с лишним отряд учителей вроде бы небольшая цифра и при этом выпуск педагогов ежегодный 60 тысяч по стране в 229 факультетах где их готовят значит выпуск медиков по направлению лечебное дело 30 тысяч то есть в принципе один выпуск одного года закрывает эту потребность потребность по всей по всей стране но мы сталкиваемся с тем что старая советская система распределения обязательного она конечно сейчас в таком виде заработать не может но некоторые элементы этой системы адаптированные к современным реалиям не представлять это как обязаловку вот ты обязательно поедешь значит куда-то в далекую глубинку будешь там три или сколько там лет отдавать дань родине а как возможности там социальные гарантии предоставлять выпускникам и гарантировать им трудоустройство потому что для некоторых регионов это реальная возможность для участия в такой конкурентной борьбе за человеческий капитал это сейчас очень важно вот и вот может быть пользуясь случаем и присутствием здесь таких людей определяющих эту сегодня образовательную политику может быть стоит подумать какие подходы здесь можно здесь можно применить в будущем спасибо Сергей Евгеньевич спасибо Александр Александрович Оджа учитель истории школы номер 854 призр конкурса педагоги года Москвы 2022 по номинации педагогический старт пожалуйста спасибо большое Сергей Евгеньевич за предоставленное слово уважаемые коллеги всех рад приветствовать и всех рад поздравить с наступающим новым годом но именно учебным мы вообще учителя очень часто отмечаем но не праздники а успехи своих учеников вот именно открытие хочется отмечать потому что каждый день кто-нибудь сидя на какой-либо партии наконец-то там сошлось и человек сделал открытие и здорово когда это происходит у нас вообще в нашей профессии очень много изменений они происходят каждый год мы о них узнаем чаще всего в конце августа и в нашей непосредственно преподавании истории у нас очень много изменений о которых уже было сказано Максим Александрович говорил конкретно поэтому я не буду на них останавливаться хочется обозначить вот какие вызовы перед нами стоят перед учителями во-первых это конечно же вопрос просвещения потому что не только именно сама школа но еще много где необходимо ребенку питать информацию и вообще семьям и поэтому Российское общество знания вот мне кажется очень много всего делает для именно просвещения как в социальных сетях в сети интернет так вот в реальных оффлайн форматах по поводу соцсетей у нас некоторые тоже изменения связаны с средствами как я сегодня прочитал передвижимой радиосвязи в школе и вот мне кажется что нужно нам в соцсети заходить и делать контент который будет полезный для ребят и этим занимается у нас сообщество наставников просветителей полторы тысячи учителей которые в разных регионах пользуются социальными сетями распространяют информацию в том числе и я веду страницу называется учитель истории в школе у меня с фантазией плохо поэтому назвал должностью которую я и занимаю в школе ну по поводу того чему учить и как учить много было сказано но вот два момента которые мне кажется очень важны первое это ребята которые приходят в пятый класс они невероятно любознательны но потом мы к сожалению прям вот очень сильно все это теряем как бы мы ни старались и мне кажется что историческое просвещение нужно начинать уже в начальной школе об этом говорилось много и Сергей Сергеевич Кровцов об этом говорит и оно происходит но мне кажется на мой взгляд что не нужно говорить о всей истории отечества в начальной школе а нужно говорить о истории родного как и Blair и о истории семьи потому что вот история семьи это то что я вижу где я живу кого я знаю и чтобы ребята вот изучали историю своей семьи изучали историю места где я живу осмотрели да почему улица которая называется там вот я живу в Зеленограде а у нас улицы никак не называются почему-то они называются микрорайонами вот почему так да и вот очень часто мы раскручиваем этот момент и конечно же очень важно чтобы была вот эта большая нагрузка именно на изучение семьи. И второй момент, который я вижу, по моему мнению, очень важно, чтобы в современной школе мы больше с ребятами уделяли времени изучению источников, источниковой базы, потому что это по-настоящему сложно, но это дает много форматов для того, чтобы в современном мире не путаться, находить, о чем говорилось, полезную информацию, расправляться с фейками. Ну и, конечно, вот второй момент, самый такой основной, это школьные музеи. В школе, где я работаю, есть музей, он называется «Музей семьи». Мы, как нельзя, кстати, попали в тему года. Его начала собирать наша почетная работница общего образования Марина Юрьевна Димитрашвили, и за прошлый год в нашем школьном музее полувало 7 тысяч детей. Дети приходят благодаря Олимпиаде, дети приходят благодаря просто тому, что живут рядом, приходят смотреть. И мне кажется, это очень большой потенциал школьные музеи, потому что это место, куда ученик может прийти, потрогать историю, посмотреть, ощутить ее, стать экскурсоводом, создавать свое историческое знание, проводить исследования. Но у нас со школьными музеями кто в лес, кто по дрова. И практически нет такой базы музейной педагогики. У нас в МПГУ есть потрясающее направление музейной педагогики. Я сам лично окончил магистратуру по этому направлению. И мне кажется, что очень большой потенциал в развитии школьных музеев, в взаимодействии с федеральными музеями, национальными, государственными музеями. И я думаю, что как раз школьные музеи смогут помочь нам развивать такое школьное историческое просвещение. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Согласен с Вашими предложениями. Тем более, что в течение уже нескольких лет Российское историческое общество ежегодно проводит конкурс школьных сочинений, который называется «История семьи. История Отечества». Спасибо. Коллеги, у нас осталось там, может быть, 5-6 минут для коротких комментариев. Пожалуйста, Казакова Ольга Михайловна, председатель комитета Государственной Думы. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, ну, в первую очередь, Сергей Евгеньевич, хотелось бы поблагодарить всех организаторов выставки сегодняшней, прекрасной, которую мы посмотрели в преддверии Дня Знаний, потому что я вам хочу сказать, что вот мы, работая над совершенствованием законодательства в сфере образования, конечно же, обращаемся к нашей истории, к истории нашего образования. Конечно, мы смотрим на те самые лучшие, как сейчас уже называют, практики, да, я бы сказала, что на самое такое основное, великое, отработанное годами, что было в нашей системе образования. И примером тому как раз является и создание тех единых государственных учебников, которые сейчас есть и созданы по поручению президента. Мы знаем, что мы переживали времена, когда у нас была абсолютная вариативность в этом плане. Сейчас мы вернулись к тому, что у нас все-таки федеральные основные образовательные программы закреплены сегодня в законе, соответственно, в соответствии с ними создаются единые государственные учебники, они будут созданы и по всем тем предметам, которые поименованы в законе, это семь предметов и в дальнейшем по всем основным. Также я хочу сказать, что с 1 сентября этого года во все школы страны возвращается наш любимый урок труда. Это тоже такое, то, что себя хорошо зарекомендовало, отработало, и мы знаем, что это приносит абсолютно точно нужные навыки для наших детей. Это основы безопасности и защиты Родины. Мы тоже понимаем, что этот урок у нас был, назывался «Начальная военная подготовка», сейчас он более широкий, он дает более широкие знания, тоже с 1 сентября он появится во всех школах нашей страны. Знания по семьеведению – важнейшая тоже тема, которая сегодня вернется к нашим школьникам и будет укреплять то, что наши школьники будут знать о семье, об обязанностях в семье, о том, как строится семья, как она укрепляет человека. Тоже это важнейшие вещи, которые мы, в общем-то, возвращаем из всего того, что было в нашей истории. Уважаемый Сергей Евгеньевич, и, конечно, то, о чем сегодня говорили, школьные музеи, та работа, которую проводит возглавляемое вами Российское историческое общество, те конкурсы для учителей – это тоже наше такое хорошо забытое прошлое, в котором мы жили. И я хочу, допустим, вспомнить, когда мы с вами говорим, да, мы воспитаны на истории молодой гвардии. Вот, например, я воспитана на музее, который, поскольку я жила в Луганске, на музее молодой гвардии, молодогвардейцев. И мы этим гордимся и хотим, чтобы наши дети также могли опираться на конкретных героев, на исторические личности. И мы знаем, что у нас это есть. Поэтому то, куда сегодня мы движемся в нашей системе образования, это, безусловно, носит очень понятный, земной и ясный для нас характер. И мы в законе об образовании тоже закрепили, что вся наша система строится на российских традиционных духовно-нравственных ценностях. И все, о чем сегодня говорили, подтверждение тому. Поэтому мы эту работу, Сергей Евгеньевич, продолжим. Мы очень благодарны, что те материалы, которые сегодня представлены в музее, о которых сегодня говорилось на круглом столе, они ложатся в основу нашей работы и являются большой помощью и для нас, как для законодателей, и для учителей. Потому что учителя абсолютно точно нуждаются в такой поддержке методической и такой вот практической, вот так скажем. Да, вот все, что сегодня было представлено нашими вузами, которые готовят педагогов, это очень важно и очень ценно в преддверии 1 сентября, в преддверии НГОГОГОЗа. Ну а что касается дефицита кадров учителей, уважаемые коллеги, мы готовы искать этому решение. И я думаю, что даже тот мотив, когда, ну я сама учитель из Луганска, я поехала работать в Иркуту. И никакого мотива, кроме того, как Родина сказала, что вот так надо, государство определило, что вот так устроено, и мы ехали и работали, и не задавались вопросом, почему так должно быть, потому что воспитаны так были. Поэтому, наверное, тут нужно подумать и о том, чтобы был более чем патриотического позыва такого и мотива, мне кажется, более сильного вообще быть не может, если ты служишь своей профессией. А учитель, безусловно, это миссия, это миссия, это служба, это служба нашей стране, потому что учитель формирует не просто конкретного ребенка, а целое поколение. Спасибо и всех поздравляю с началом учебного года. Спасибо, Ольга Михайловна. Пожалуйста, коллеги, еще короткий комментарий. Кто хотел бы... Будем завершать. Ну, хотел бы подарить всех за участие в круглом столе, в интересных содержательных выступлениях, и в качестве такого завершения скажу вот о чем. Оглядываясь в прошлое, нетрудно заметить, что наиболее крупные достижения отечественной педагогики всегда довольно тесно соотносились с коренными переломными этапами развития нашей страны. Вот, смотрите, преобразование Петра Первого, великые реформы Александра Второго, индустриализация 20-30-х годов и связанная с ней масштабная программа ликбеза. Каждый раз поднимали планку требований к школьному образованию. И сегодня, когда Россия столкнулась с достаточно серьезными внешними вызовами, конечно же, совершенствование школьного образования и воспитания школьников, молодежи становится одной из приоритетных задач нашего государства. Спасибо еще раз всем вам, и еще раз поздравляю с предстоящим Днем Знаний. Спасибо.